всем привет с вами амри и мы продолжаем прохождение игры father's frontier прошлой серии мы решили свою проблему с продовольствием благодаря постройке трех полей а также увеличением количества собирателей и рыболовов и охотников тому же мы уничтожили два логова волков в этом регионе сожалению погиб один человек во время разведки но мы за него успешно отомстили вдобавок мы увеличили количество клиник а также построили центр развлечений для наших граждане будут приходить праздновать развлекаться и радоваться жизни на эту серию у меня были планы по улучшению нашего центра города до 3 уровня то мы уже можем сделать почти можем сделать осталось накопить 150 жителей и 2000 монет это не так уж сложно но в комментариях мне сказали то что после улучшения центра города до третьего уровня бандитов будет больше они будут злее и опасней поэтому я принял решение что в этой серии мы постараемся укрепить свою оборону сделать вот здесь стену с воротами и две башенки для перекрестного огня то есть мы укрепим юго-западную часть нашей территории и северо-восточную в этой части также сделаем стеночку проведем свою дорогу и две башенки поставим как раз у нас здесь залежи железа в больших количествах и песчаный карьер с песочком вдобавок мне необходимо найти залежи угля постараюсь разведать восточную часть нашей территории возможно там и что-то найдем полезное по крайней мере сейчас мне такие планы как она пойдет так пойдет давайте продолжать продовольственную безопасность мы свою восстановили сейчас нам хватает еды на 7 месяцев конечно часть из них испортится но это ничего страшного жители у нас довольны и полностью обеспеченный едой и всем необходимым так как мне понадобится очень много бревен в лагере рабочих мы даем задание заниматься только ими собирайте мне по максимуму бревен камушки мне сейчас не нужны задания по вырубке леса рабочим обычным тоже дано если они все по вырубают и соберут необходимое нас атакуют волки благо башенка защищает и от волка ничего не осталось вот так и надо защищаться сейчас давайте проследим как работают наши коптильщики барышня идет пополнять запасами коптильню да она идет на рынок что ли да она идет почему-то на рынок он и взяла мясо она взяла собой мясо зачем она взяла с собой сырое мясо из рынка почему они не складируют мясо у меня в центре города тут же есть погреб прям в далекую далекую даль на рынок как-то я могу запретить хранение определенных ресурсов в этом регионе второе мясо тоже отсюда убираем не надо хранить хорошо что я могу запрещать им принять определенные предметы в определенных регионах комментариях мне также скорее посмотреть логистику наших граждан сколько времени тратят на путь и не смотрю коптильщики правда слишком долго тратят времени на всякие перемещения погреб в центре города стоит в принципе готова продукцию они скидывают туда а сырое мясо охотники куда они его несут надо тоже глянуть но для начала давайте дадим заданием строителям первым делом я хочу здесь поставить все оборонители пункт небольшой а значит мы открываем защиту и делаем здесь часто кольчик жалко наискосок нельзя строить стену льется как-то так выкручиваться если стены сделать такой дабы остался косяк рыбы но это будет слишком большая широкая стена но мне это не выгодно не нужно к нет небольшая девочка примерно такого диаметра рыбаку конечно будет проблематично туда бегать но возможно мы его вообще оттуда уберем ворота сделаем вот здесь и башенку перенесем поближе том здесь делаем две башни для перекрестного огня вот такая будет у нас крепость этой стороны такую же мы сделаем северной части а пока наши ребята строят укрепрайон мы посмотрим за охотниками в этой коптильне тратят слишком много времени на перемещение это очень плохо охотники в принципе у меня здесь вполне запасами коптильню на рыбу они скорее всего времени много тратят для перемещения рыбы тогда сделаем мы как мясо мы будем производить в этом регионе рыбка у нас добывается вот здесь значит коптильню еще одну построил где-то в этих краях чтобы она не мешала нашему жилому кварталу так как понижает привлекательность но при этом наши граждане не будут тратить слишком много времени на перемещение вот сюда хотя бы поставим для начала дальше там уже посмотрим как пойдет получается она разделала мясо 60 кусков оставила в хранилище охотники также сделали или они сразу отнесли пока непонятно надо затем следить они складывают и ресурсы на ближайший склад а именно охотники берут скидывают припасы в погреб второе мясо вот сюда в дальнейшем сырое мясо берут коптильщики отсюда бегут сюда здесь забирают и несут его на работу но почему они так много времени в пути тратят мясо же близко тем более я им ребут запретил возможно еще не обновилась эта статистика возможно что так начинается восемнадцатый год как-то у нас укреп район башню перенесли это хорошо я тут все по вырубают и продолжит строительство разозначаем садоводов собирателей и земледельцев собрали тысячу монет шикарно дети вырастают смотрю торговец к нам прискакал да да приехал торговец и он готов у меня от купить корзинки по очень высокой цене есть а также мне глиняную посуду готов скупить вот чувак спасибо это хорошо что ты готов скупить у меня посуду продаем сразу ему то что можем более скопилось умеют до хренища и я давно собирался от нее избавиться сразу две тысячи монет заработали ее можно у него кстати купить уголь по очень низкой цене так как мы пока не нашли место добычи угля давайте заранее купим точек 60 лет сотню сотню заранее купим на будущее денег у нас хватает вполне а до третьего уровня центра города нам еще далековато поэтому я готов сразу же купить еще железо но пока пока думаю нет пока нет к это нам не надо давайте остальную посуду также переместим на базар тучек 60 и продадим достроили коптилью специально для рыбок запрещаем производство копченого мяса и ставим все на производство рыбки тогда рыбаки как они себя ведут и баки и рыбаки у них поведением времени на путь они тратят не так уж много работают полноценно а здесь рыбак здесь рыбак тоже принципе работает нормально так он взял рыбу собой и куда он понесет несет 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 в центр города что ли по такому долгому пути да мне надо вот здесь это поле похоже сносить хреном собачьим и сделать какую дорожку который будет соединять наши места они они погреб еще сюда приволокли и сюда часть припасов скидывают в принципе здесь они друг от друга недалеко рынка берут из центра города и отсюда так что можно и там и там оставить коптильню коптильня коптильня давайте рыбу то я суру отсюда уберем здесь хранить нее не надо это запрещаем копченое мясо здесь тоже не храните пусть лучше в центр города его стаскивают а вот травушки и мед вполне можете здесь оставлять да так будет более логично вроде бы немножко оптимизировали производственный процесс железной руды у нас копилось 600 штук это прям слишком много а значит шахтеров всех убираем арен ребята вы мне пока не нужны части почему-то у нас простила еды не хватает а почему это не хватает так три поля три поля назначена до собирают я их перри перестроил переделал немножко назначение и давайте потихоньку удобрять удобрять повышать плодородность компост у нас копилась и будем повышать нашу плодородность водоводы работают фруктов собирают достаточное количество наступила и безветренная погода из-за которой изнуряющая жара может продержаться несколько недель убедитесь что в населении хватает воды люди будут чаще ходить колодцам кроме того могут построить посевы плохо переносящие жару я вас понял я вас понял сейчас мы глянем что у нас с колодцами водой мы обеспечены или нет вот этот колодец я думаю перенести хотя бы вот сюда шинки центр а здесь можно будет новый домик построить колодцы в центре у нас находится в достаточных количествах а в остальных частях города как только вот здесь вот здесь колодца нет давайте поставим и колодца нету в этой части тоже можно варганить прибыла группа поселенцев из 8 человек которым я очень рад теперь на 135 человек достаточно хорошее количество 25 свободных рабочих увеличим количество строителей в принципе неплохом бонусе процветания давайте в этом погребе отключим хранение фруктов чтобы наши ребята скидывали их в центр так как работники рыночной площади бегают именно в центр для пополнения своих запасов они куда-то еще вторую башню мы вот здесь построим у них как раз будет перекрестный огонь возле ворот и вся площадь будет под прицелом так что вот этот регион вы полостью защитили вот эту коптиль а мы давайте перенесем туда шинки в наш цех по производству рыбы так как мясо уже слишком много они не успевают новое мясо добыть потому что к птички сразу коптят а соответственно потом простаивают укрепленный район почти достроили осталось доделать только башенку значит можно делать вторую часть нашего укрепления вот в этом регионе вот такая у нас будет линия защиты здесь также поставим пару башенок и затем будем развивать наш производственный райончик поселение скончался от болезни как так может достаточное количество врачей два врача в разных больницах не должны были спасти его он как раз больнице умер вот не люблю когда жители умирают у нас я стараюсь делать максимум для них чтобы они чувствовали себя в безопасности и знали что всегда готов защитить их спасти оказать им любую поддержку так как они главная ценность для меня вот эту башню можно сразу переносить здесь больше нечего нам опасаться переносим ее в этот регион для обеспечения безопасности на севере толпа ребят сразу начинаю там все сносить все строить прокладывать дорожку правильно мои граждане надо развивать наш регион а пока они там этим занимаются мы возьмем одного защитника и отправим на разведку я понимаю что сейчас зима они могут замерзнуть или они могут равно им будет холодно но не так уж много времени на это потратим более уже весна наступила ребята мои справятся уже 19 год вот это время быстро летит частном главное найти залежи угля желательно комить близком месте ух ты тут рыба вообще рыбный райончик такой попался кстати я смотрю мы можем в эту сторону расшириться до шикарные точно можно здесь укрепленный пункт создать и враги оттуда уже не смогут приходить осталось лишь не укрепленная часть это вот здесь слишком широкая эти равнины как-то их надо будет обезопасить приехал новый торговец тоже вам предложат ничего хорошего готов купить у нас мыло и свечки по высокой цене очень высокой цене а что же ты нам готов продать инструменты посредний я бы кстати купил я возможно их куплю то у меня кончаются до инструменты мне всегда пригодятся значит даем задание ребятам перенести свечки и мыло частично мы их продадим а купим инструменты приехал еще один торговец мой разведчик пока не нашел уголь ближайших местах кажется его тут вообще не будет а папа папа логова волков логова волков блин старин ай-яй-яй-яй-яй прости меня разведчик я думаю ты умрешь да он умрет он по-любому умрет двух волков он не сбежит это точно так что дай хотя бы им бой умри смертью храбрых но мы нашли логово волков и по-любому отомстимым в будущем обязательно будем мстить уголь мы так не нашли точнее мы нашли одно место с углем это вот здесь придется здесь строить кунить аванпост и телегами доставлять его до дома далековато будет мы постараемся что-то придумать дабы обеспечить стабильный приток угля мне не очень хочется строить топки чтоб туда древесину сжигать и получать уголь так что в будущем как-нибудь этим займемся и постараемся решить данный казус а пока у нас торговец приехал второй кстати говоря да возможно у них что-то будет такое что мы сможем тебе купить и на чем сможем заработать у них куча мяса и жира жир бы я купил жир здесь дешевый там уже он идет на мыло мы можем себе позволить его закупить и продать мед пути очень низкая цена но у нас его просто дохрена девать нем его некуда пока что а значит продаем хоть и дешево зато денежки заработали можем купить все жир и все равно будем в плюсе вдобавок он продает обувь по очень низкой цене чем мы тоже можем воспользоваться я бы еще купил себе тяжелые инструменты они на в будущем по-любому пригодятся но но не по высокой цене а значит мне жалко денежек к тому же я давно хотел построить все казарму давайте это сделаем прямо сейчас да давайте это прямо сейчас делаем прям в центре города а мы будем готовить своих бойцов и наша оборону способность возрастет вот эту башенку возле нашего рынка мы переносим поближе прям в центр добрый рынок защищать полностью и строим дополнительную вот здесь тоже будет такой перекрестный огонь а значит наша северная часть области будет полностью защищена наконец-то достроили казарму вот такая у нас штучка дрючка а из-за каждого защитника мы будем отдавать по 5 золота давайте начало двух стражников на имел отметить зону боя получается они будут отсюда нападать по врагам правильно это похоже приказ какую сторону им идти для атаки из два стражника здесь торчат как раз будет охранять наш центр города от неприятеля более тут есть пара на башенник еще третьего сова воткнуть но думаю пока что это лишнее так как врагов не так много и они даже не успевают пройти за ворота смотрю кладбище потихоньку пополняется пять трупов уже здесь печально конечно это но ладно я смотрю о линии каким-то боком сумели пробраться в мой садик охотника на эту зону я назначил чтобы он их тут папа кромсал но чё-то он пока как-то с этим не справляется везде есть ворота но это вообще никак не спасает все охотники пошли храм цать 1 линия завалили сейчас еще 2 тут загасят как-нибудь можно назначить закрывать там ворота нет ладушки 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 сейчас всех перестреляют когда посмотрим что с ними делать и мне кажется пора строить хлев да давайте начнем делать хлев интересно как он вообще выглядит что он вообще дает какая от него польза вот сюда пока что расположим если что перенесем потребляя прям 150 досок многовато но у меня запасов много и на нас напали 19 налетчиков как-то я про них совсем забыл и мы можем улучшить вышки кстати говоря повышенная износто стойкость дополнительный урон от стрельбы и дальность атаки пока что я думаю это ни к чему посмотрим как мы отобьем первую атаку неприятеля в нашем укреп районе 19 бандюганов сразу напала так хищники вы откуда а не с этой стороны северной тут еще медведь шастает волков мы тут перебили и начали шастает медведи но у нас тут две башенки так что это никакая не проблема с быстренько загасит медведя правильно да быстренько его загасит и мы пока лучше переключимся на бандюганов бандюганы бандюганы как у вас тут дела как а вы куда стоп стоп куда не побежали темы ломать я думал не ворота только ломать будут но похожие на стены переключается от негодяи у них это определенное время нужно занять ух ты они отступают они смогли сломать стену и отступили шикарно вот здесь толпа вот это и предусмотрел что с этой стороны толпа будет идти да она будет чуть взвинуть нашу башенку в эту сторону боли на мой косяк прорвались все-таки с этой стороны ладно так же быть пора объявить тревогу здесь мы башни убрали 1 в центре только осталось вот это так 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 охотники дурные как всегда начинают нападать отступая в центр отступает ступай башня должна вас прикрыть башня прикрывает прикрывает башенка башенка по идее должна справиться до башня справиться это не проблема стоп стоп и все-все-все его можно отменять и я забыл из казармы ребят послать точно как раз вы проверили как они сражаются зато мы нашли недостатки в обороне а именно вот эта точка и надо башенку перекидывать 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 да и либо третью башню строить но мне жалко третью башню ставить и чуть просто перед ним я думал будет хватать почему-то мне казалось что и через центр будут идти эти бандюганы они через бок решили пойти что чутье передвигаем это не проблема абсолютно никакая но в дальнейшем нужно будет более детально продумывать оборону вот вот и хлев готов то он вообще себя представляет установите пастбище постройки на карте чтобы скот мог пастись там в теплые месяцы высокий бонус корма означает лучшее качество подбище перевести скот максимальный размер поголовья и их зарубить но у нас пока нет ни коров никого ничего и что работников убираем производство приостанавливаем также нужно найти корм 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 питаться злаками корнеплодами овощами или сеном да надо будет потом корову купить животинку и разводить их потихоньку по продовольствию мы вышли в плюс хороший на 6 месяцев еда нам хватает а ребята почему вы не улучшаетесь вам не хватает привлекательности рынок есть пола школа школа пола похоже радиус меньше для развлечения пола а до школа полностью не охватывает их что можно построить вторую школу вот сюда шинки школу еще одну уфляпаем и какое-нибудь развлечение создадим ведь украшение c вообще хотел бы создать площадь центральную но пока видимо это не получится будем справляться более простыми вещами и не уйд садики будем пихать дабы немножко повысить привлекательность да вообще надо будет центр переделать города вообще жилую постройку но домов как-то слишком много и если я начну этим заниматься у нас возникнет опять какая-нибудь проблема а значит надо будет как-нибудь постепенно к этому прийти к тому же на втором укрепленном районе башенку я думаю тоже перенести так это не охватывает весь промежуток вот сюда шинки чуть подальше и тогда вся оборонительная территория будет под контролем и я хочу сделать укрепление в этой части так как тут узкий перешек можно здесь построить стену и мы с легкостью сможем контролировать вот эту маленькую зону в этом районе давайте стены сделаем вот так займем этот узкий перешек и даже хватит одной башенки для удержания этой точки хотя нет башенки этой не хватит просто она будет временно удерживать и держать эту зону под своим контролем достроили вторую школу дома сразу начинают благоустраиваться вдобавок мы начнем строить новое жилище штучки 4 дабы увеличить количество жителей за скорость строительства я не волнуюсь рабочих у нас полно строителей тоже хватает а значит они совсем быстренько справятся уже двадцатый год начался как мы развиваемся это потихоньку компостик используем на вот этом поле втором потому что там наименьшая плодородность как-то у нас северный регион набрали 1200 налогов нас почти 4000 золота неплохо я вам скажу неплохо сожалению здесь дорожку мы построить не можем так как тут такая непонятная фигня по типу по типу в водичке похоже там узкий такой перешек и это считается болотом вообще я бы построил двойную стену чтобы бандитам потребовать больше времени для ее преодоления а значит лучник смог бы убить побольше врагов таком случае на вполне хватит даже одного защитника да давайте так и сделаем от нового защитников будет вполне тут достаточно для обороны тем более это . оборон находится на очень далеком месте а следовать набегать туда-сюда нам будет не очень комфортно значит сделаем ее более укрепленной прибыл новый торговец дом не готов ухты у меня полно одежды мы же сейчас каждый год почти каждый год собираем лен который идет на одежду а значит ее можно смело продавать штучек 80 более цена высокая а мужа покупает свечки которые я тоже готов продать и он продает корову 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 может купим все-таки корову три коровы купить да давайте сделаем купим корову не знаю как мы ее будем использовать на данном этапе развития я ими ни разу еще не пользовался но мы попробуем как раз испытаем что и себя это представляет поем сразу три коровы нам обошлось две с половиной тысячи ох выберите хлеб для ваших коров у нас только один хлев корма нет как бы как бы не вымерли коровы я думаю так а почему я не могу назначить рабочих а я пристану производства точно вот назначаем сразу четырех рабочих назначить пастбище для выпаса скота давайте они будут пастись прям прямо здесь на наших полях более бонус там хороший 93 процента ну-ка ну-ка как это вообще будет работать качество корма 93 процента надо сделать запасы на зиму а значит так они уже лен выращивают здесь идет удобрением нет это нам не надо то можно использовать на корм животинки злаки корнеплоды овощи или сена 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 гречиха давайте попробуем посадить гречиху она борется с сорняками это хороший и плюс но она не морозостойкая значит садим ее летом полоть мы больше не будем будем лучше садить гречиху поближе к лету а всю гречку будем пускать на корм животинки попробуем так пробуем сделать таким образом прибыло новый 9 поселенцев численность теперь 156 человек мы можем прямо сейчас лучше городской центр но я хочу подождать до следующего сезона об этом займемся обеспечением нашей безопасности лесники смотрю тут все вырубили давайте вам один к одному рубите дерево и камень собирайте и идите куда-нибудь все дашеньки хватит вырубать не весь лес так же как его эти рабочие давайте один к одному и валите куда-нибудь у дашеньки а нашим работягам обычно назначим задание здесь все вырубить и все собрать потому что жилой квартал будет же куда-то развиваться расширяться единственное место это вот здесь но проблема то что у нас вот такие огромные клубы на 1200 камней сразу убираем наверно то что долбить его будет целый год посевы с двух полей пошли на корм диким животным бла-бла-бла ограды стоят ограды стоят животных по идее здесь должны были истребить который шастали олени дурацкие возможно это мои коровы поели он невероятно что так запасы корма 108 108 а и мне так уж много надо а где они зерно взяли гречиха что ли успели убрать у нас там по зерну до гречиха успели соврать вот это да быстренько они конечно раз у нас начала хранится зерно назначаем крысолова смотрю стрел у нас накопилось прям огромное количество на луков недостаточно значит охотник хорош клепать мне стрелы клепая лучше побольше луков ну или хотя бы одинаковое количество чтобы мы смогли всех вооружить северный регион мы укрепили здесь у нас двойная такая стеночка и одна башня для лучника ему думаю этого будет вполне хватать более отсюда ни разу нас не нападали страшненько конечно приходится прям бежать стопроцентное время пути своего тратить чтобы до сюда дойти но только один там так что это не проблема везде мы обеспечили охрану границ кроме вот этого огромного участка одной стороны можно сделать великую китайскую стену по прям по всему периметру но думаю займет это очень большое время да очень большое время может все-таки заморочиться вот эти вот я бы заморочился честно говоря вот здесь перекрыть участочек да здесь можно перекрыть вот эту зону и потом от нее уже сделать огромную стену но стоит ли этим заморачиваться я не знаю пока что я не знаю да я этим заморочить раз серия у нас посвящена обеспечению безопасности тогда так уж и быть сделаем полный контроль над всей этой территории разу перенесем все башенки которые стоят на этой границе толпа такая побежала на нашу грандиозную стройку по работам ты 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 охренеть меня сколько сейчас людей то лишь 158 но прямо это значительно видно заметно как наше количество увеличивается ресурсов у нас накопилось прям очень я скажу много можно часть поселенцев даже убрать и вообще надо расширять свое производство да как ты об этом не думаю как ты об этом совсем забываю но сейчас я хочу решить проблему с продовольствием почему-то мне и постоянно не хватает двадцать первый год начался как у нас вообще с продовольствием одно поле делать кричиху или он второе поле давайте уберем вот эти вот дурацкие клеверы которые нам нужны или нужны плодородность кричиха не повышает нет она только борется сорняками значит все таки клеверы нужны что я как-то поспешил сорян сорян потихоньку плодородность будем повышать а то компоста еще не хватает недостаточно его количество кричиха выдает зерно и борется с сорняками прием у нас идет на одежду а на этом поле пока что выращивают еду 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 кричиха кричиха тоже готова попадает его все нормально значит убираем везде больше мы полоть ни одно поле не будем вручную лучше будем высаживать гречиху жалению она не морозостойкая что куда-нибудь и поближе к теплу будем засаживать коровы сразу пошли пастись на наших полях налог 1300 монет неплохо неплохо и меня сейчас главная задача достроить нашу великую китайскую стену уже больше ни о чем не беспокоиться дабы безопасность была на высшем уровне это непредельное значение безопасности в будущем будем по-любому пополнять наши стеночки расширяться строить дополнительные укрепления дополнительные башенки обреживать их до каменных но на данном этапе думаю этого будет пока достаточно что моя животинка репу съедает репу съедает моя животинка может зря все-таки пастись сюда назначил эти поменяем наверно поменяя место где они будут упастись у меня задолбали мои посевы жрать спаситесь лучше день в саду что ли либо не знаю вот в хорошее место 90 процентов плодородности такой же как на полях поститесь лучше в этом районе там не мешаете и швете мои пассивы негодяи приехал торговец который готов купить у меня железо что у меня 600 штук железо скопилось она у него вообще низкие на все он хочет покупать негодяй и у меня куча посуды так как у меня самого дохрена и и так что без проблем я тебе готов ее продать взамен я куплю у тебя штук двадцать примитивного оружия надо же как-то вооружать наших граждан и плюс железо у него по низкой цене в будущем нам пригодится можно тоже скупить не полностью конечно но частично тем более на посуде вы заработаем не не прям так огромные деньги но так как у нас посудка хрена так что будет все нормально спасибо опять сожрали коровы эти дурацкие валите уже отсюда а еще один торговец отлично два торговца можно наконец-то мед продать конечно цена низкая да и плевать главное у нас его слишком много надо избавляться а еще у него можно купить арбалеты цена 58 монет средняя средняя цена с мы продадим то что накидали работаем денюжек небольших и купим арбалеты безопасность будет еще сильнее обеспечена арбалеты в 10 купим пока что думаю нам этого будет достаточно мед продаем и немножко заработали построим еще одну святыню центре города пусть дома хоть немножко улучшаются я смотрю запас еды у нас просел так я назначил до назначил ребят на поля и на сады на собирательство вроде бы проконтролировал места их добычи оптимизация на более-менее нормальном уровне ребята вроде не должны были много времени тратить на дорогу время в пути но почему-то они это делают особенно коптильщики а им стоит всего лишь дойти до склада вот здесь давайте хотя бы дорогу сделаем прямую возможно так чуть-чуть время сократится но я не уверен я не берут в погребе по идее должны брать мясо рыбу по рыбую рыбу здесь они должны брать рыбаки и туда должны относить правильно понимаю вот да он берет рыбу с собой тащит центр города тащи 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 тащит я закинул здесь рыбка а уже коптильщик должен ее оттуда брать продовольственный кризис по идее должен был у меня уже решиться так как полей много выращиваем все но как-то не справляемся с тремя полями на удивление или моя оптимизация не совсем хороша то ли еще что-то построим еще одного собирателя в этом районе эксперт производственного цеха он не так далеко и сможет здесь собирать боярышник ягодки хотя бы немножко в будущем нам поможет обеспечением продовольственной безопасности рыбаков я бы вот здесь сделал но слишком это далеко от моего центра прям огромный бонус добычи рыбы опять же это далековато им придется прямо бежать 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 ладно там один стражник работает плевать на него не то что плевать я конечно беспокоюсь о наших доблестных рабочих но не так уж много времени на это будет тратить компост 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 появился давайте добавим туда компостик самому слабому месту мы конечно не вымираем от голода но запасов всего лишь на два месяца а это надо как-то решайте 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 решать ну ладно и не парюсь мы с этим справимся мы с этим обязательно справимся нет дополнительного даже собирателя можно построить вот сюда шиньки да вот сюда шиньки будет здесь выбирать зелень а также орешник с ивовым кустом который идет на корзинке далековато ему будет конечно все это относить но я думаю они справятся хищник атакует ну-ка ну-ка а чё он попытался атаковать и сразу сбежал потому что и люлей ему надавали ну правильно для этого мы строили защитные башни надо в будущем построить в этом регионе какой-нибудь лагерь защищенный укреп район и поставить добычу угля на телегах будем потихоньку оттуда вывозить в наш центр города и уже плавить железо не очень оптимизированная конечно это будет производство другого выбора у нас нет есть выбор есть только выбор бревна наши сжигать делать из них уголь но это будет занимать много времени разу назначил всем собирателям зоны ответственности вот здесь кстати вот сюда надо будет пару собирателей кстати поставить тут хорошее место давайте двоих собирателей здесь делаем место прям шикарное для сбора урожая если не лучше работают вот здесь говорят в постройке слишком много отходов а это значит пришло время включать второе рабочего на компостную яму один похоже уже не справляется с таким наплывом народа где каждый пытается замусорить все что нужно то что можно и все что нельзя поэтому включаем 2 начался 22 год и скотт наконец-то дал потомство теперь у нас четыре коровки я понимаю что молоко не производят которая никуда не идет но в следующей серии мы будем улучшать наш центр города а соответственно построим сыроварню я будем делать сыр когда наша продовольственная безопасность улучшится еще больше а значит мы сможем еще увеличить наше население до 200 человек великого китайскую стену мы достроили не каменная просто деревянная достроили же правильно правильно вот здесь еще ворота поставить башенку и будет вообще зашибись три таких пути три защиты это нас полностью не обезопасит от налетчиков но временно и сдержит а также обеспечить на прикрытие от всех непрошенных гостей со стороны диких животных надо будет потом сходить и отомстить дурацким волкам но на данный момент нам пока вполне достаточно такой стены для обеспечения нашей безопасности на севере тоже такой небольшой укреп район да в принципе со всех сторон мы себя обеспечили и стеной и башнями и дорогами те пути развития мы обозначили где можем развиваться все защищено граждане довольны продовольствие более-менее наладили производство к тому же у нас есть казарма наконец-то можем нанимать полноценных солдат и вести достаточно успешную оборону к тому же у нас появились вот такие коровки кстати где коровки воды они разбегают шарятся тут негодяи поэтому следующей серии мы начнем улучшение нашего центра города и строительство построек третьего уровня пора уже переходить на эпоху индустриализации железа мы накопили достаточном количестве обеспечили все безопасность со всех сторон решили проблему с продовольствием значит можно переходить к следующему этапу пока что у нас вот такая небольшая деревушка которая со временем разрастается население у нас почти 170 человек ребята потихоньку живут развиваются и становятся счастливыми а на этом моменте мы заканчиваем восьмую серию прохождение игры фарз из фронтир всем вам спасибо за просмотр с вами была амрии до скорых встреч